Всем привет! Уже этой осенью нас с вами ожидает вторая часть фильма Оно по мотивам книги Стивена Кинга. Более того, нам немного ранее был презентован первый трейлер ленты, а в ближайшем будущем на Комиконе в Сан-Диего ожидается новая промо. Но сегодня я хочу поговорить с вами не о том, что нам показали, но о том, что не показали и очень немного шансов, что покажут во второй части, хотя если это все же произойдет, то данные моменты возымеют просто эффект разорвавшейся бомбы. Дело в том, что еще ранее Билл Скарсгард признался прессе о некой отснятой сцене флэшбэке из прошлого, которая представляла его и его персонажа в совершенно ином облике и более полно раскрывала сущность Пеннивайза, но, к сожалению, данный момент не попал в окончательный вариант. Но благодаря вездесущему интернету мы прямо сейчас можем во всех подробностях узнать, что же это должно было быть, и забегая вперед, скажу вам, мне вот очень хочется, чтобы данный момент поместили во вторую часть. Ну и кроме этого, в данном видео мы заглянем в далекое прошлое и при помощи книг Стивена Кинга увидим момент первого появления ОНО на нашей планете и самое последнее. Наиболее скандальная и резонансная сцена из истории ОНО, которая вряд ли когда-то появится на экране, ну, по крайней мере, в полном объеме, и ужасная теория, связанная с этим. Короче, смотрите до конца, будет интересно. Ну что ж, начнем мы с вами, пожалуй, с той самой леденящей кровь сцены, о которой рассказал сам Билл Скарсгард, и которая проливает свет на жуткое прошлое Пеннивайза. Надеюсь, этот момент все еще имеет шансы оказаться во второй части. Вот как это было. Актер признался, что они, оказывается, все же сняли некую сцену флешбек из 17 века, когда Пеннивайз еще и не был Пеннивайзом вовсе, а я, говорит актер, был похож в ней на самого себя. Добавляя, что сцена в самом деле получилась очень жуткой, настолько, что ее было решено убрать при финальном монтаже. Что же, как вы знаете, вторую часть ее создатели обещали сделать куда более темной и страшной, так что, может быть, как раз отснятый материал задействуют теперь. Так вот, это было очень страшно и тревожно, продолжает Билл, своего рода предыстория того, что такое оно и откуда взялся Пеннивайз. То, что, возможно, будут исследовать во второй части, говорит Скарсгард, сцена, показывающая, что оно бездействовало тысячи лет, но потом проснулась. Ну что, вы заинтригованы? Хотите узнать, какую же жуть отсняли в прошлый раз, что тот момент даже в результате не попал в первую картину? Нет проблем, ведь благодаря Реддиту у нас есть полное описание того, что было отснято, так что слушайте. Представьте себе, 1637 год, небольшой городок, ночь. В комнату врывается женщина, ее зовут Эбигейл, она резко хлопает дверью, как будто пытаясь удержать сатану по ту сторону. Женщина прижимает к своей груди ребенка и падает на колени перед гаснущими в очаге углями. Эбигейл пытается их раздуть, но этому не суждено произойти. Ребенок на ее руках начинает нервничать. Эбигейл, тише, тише, вдруг она останавливается. Понимая, что небольшой подсвечник медленно вращается у нее над головой, как будто какая-то неестественная сила заставила его свет вращаться по комнате, как крошечные маленькие прожекторы. Эбигейл, дьявол, оставь нас в покое. Форма снова меняется, луч света проходит сквозь нее, показывая Пеннивайза, обнаженного, гибкого, бледного и полупрозрачного, точно имитирующего человека, открывающего свою пасть, полную больших острых, как бритва зубов, скапающей слюной. Пока подсвечник вращается по часовой стрелке, Пеннивайз движется по комнате против ее движения. Каждый раз, когда свет попадает на его лицо, оно другое. Мужчина, женщина, зверь, монстр. Пеннивайз, ты ошибаешься, женщина, не просто дьявол, я пожиратель миров. Его голос гортанный, неестественный. Эбигейл, ну мой ребенок, мой ребенок, он невинен. Пеннивайз, ты так говоришь? Ребенок начинает кричать. Пеннивайз улыбается. Прекрасный страх. Эбигейл, прошу тебя, возьми меня. Она пятится назад. Пеннивайз, о да, я возьму, а потом его и твоего мужа, и остальных твоих детей, и всех дикарей, которые привели тебя сюда. И когда вы все сгинете в земле, я обглодаю ваши кости до тех пор, пока на них не останется мяса. И тогда я буду искать ваши кости и поглощать ваши души, пока не останется ничего, кроме сорняков. Пауза. Или ты не будешь мне мешать. Я возьму ее, а ты будешь жить, ты и другие твои дети, которые меня не интересуют. И ты будешь благодарить меня, лихорадка и мороз не загонят тебя в землю. Эбигейл снова смотрит на своего ребенка. Она дрожит и не хочет отпускать младенца. За ней открывается дверь. Маленький мальчик, шести лет, спрашивает, мама? Эбигейл, нет, уйди, сейчас! Мальчик, напуганный матерью, убегает. Эбигейл поворачивается к Пеннивайзу, где бы он ни был сейчас в комнате. Кажется, что свет теперь вращается быстрее. Она целует своего ребенка и усаживает его. Эбигейл, мне очень жаль, мне очень жаль. Она отворачивается от ребенка, лицом гаснущим углем. Мы останавливаемся на ее лице, когда они, кажется, начинают светиться ярче. В то время, как за ее плечом, вне фокуса, Пеннивайз подползает к младенцу и начинает свой пир. Острый крик, как будто от ребенка отрывает куски и мы слышим хруст. Эбигейл продолжает смотреть на яркое оранжевое сияние, не от мерцающего огня, но от света мертвецов. Выражение ее лица меняется. Страх, отрицание, печаль, смирение. И после ничего, просто застывший стеклянный взгляд. Так будто ничего ужасного сейчас не происходит позади нее. Ну что же, вот такая сцена, не зная как вас, и меня прям пробрало до мурашек, представляя как ужасно и вместе с тем круто это могло бы смотреться на экране. Понятно, почему этого не показали в первой ленте, все же для фильма с главными героями детьми такое было бы слишком. Но вот для второй части с повзрослевшими неудачниками, по-моему, самое то. Тем более, что как ранее говорилось, происходящее оно и Пеннивайза будут одним из главных загадок новой ленты. Что ж, посмотрим. Ну а мне пока что перед тем, как перейти к финальной удаленной сцене, хочется еще поговорить немного о моменте, который как раз таки и мог бы раскрыть, по крайней мере отчасти, эту тайну. Предупреждаю, кстати, о спойлерах из книг. Итак, мы с вами должны вернуться в тот момент из далеких 50-х, когда неудачники в пустоши решили устроить себе нечто вроде спиритического сеанса в дымовой яме. И вот как раз в это время Ричи и Майк вышли в некий астрал, и вот что они увидели. «Ты знаешь, где мы?» – прокричал он Майку. «Ты нашел нужное слово?» «Господи, да!» – ответил Майк. «Я нашел! Это прошлое, Ричи! Прошлое!» Ричи кивнул. «Прошлое, начало времен, давнишнее, давнишнее прошлое, когда мы все жили в лесу и нигде, кроме леса. Они находились в пустоши и в прошлом, и только Господь Бог знал за сколько тысяч лет до нашего времени. Рука Майка напряглась, сжимая его руку, и он понял, что тишины больше нет. Ей на смену пришла ровная низкая вибрация. Она нарастала, ровная, монотонная. Ричи не мог ее хоть как-то характеризовать. Она просто была. Невыразительный, бездушный звук. Вибрация нарастала и нарастала, и исходила с неба. Сам того не желая, но не в силах удержаться, Ричи поднял голову и подумал, что знает, каким будет видение. Им предстояло засвидетельствовать приход «Оно». Вибрация обрела голос, ракочущий рев, который набирал и набирал силу, пока не сделался оглушающим. Облака на западе осветились запылавшим красным огнем. Огонь этот приближался к ним, расширяясь из полоски в ручей в реку зловещего цвета. А потом, когда горящий падающий объект пробил облака, налетел ветер. Горячий и опаляющий, дымный и удушающий. Эта штуковина в небе напоминала пламенеющую спичечную головку гигантских размеров, слишком яркую, чтобы на нее можно было смотреть. Дуги электрических разрядов срывались с нее, синие зигзаги били в землю, оставляя после себя гром. «Звездолет!» — закричал Ричи, падая на колени и закрывая глаза руками. «Господи, это звездолет!» — послышался взрыв, ревущий звук, за которым земля содрогнулась, сбив их с ног. На этот раз Майк схватился за руку Ричи. «Оно!» — крикнул он Майку в экстазе ужаса. Никогда в жизни, ни до, ни после, никакая другая эмоция не поразит его так глубоко. «Оно! Оно! Оно!» Вот так в книгах описано первое появление или даже лучше прибытие оно на Землю. Был ли это в самом деле звездолет? Не думаю, но то, что некая сущность прилетела на нашу планету из глубин космоса — это факт. Потом эта самая сущность как бы впала в спячку на многие годы, возможно даже на миллионы лет. И вот уже в описанной Биллом Скарсгардом сцене мы увидели ее пробуждение и появление самого Пеннивайза. Как видите, если бы оба этих момента поместили во второй фильм, он не только стал бы куда ярче, но и многое объяснил бы зрителям. Ну а теперь последнее. Самая спорная и неоднозначная сцена из книги Стивена Кинга, думаю, многие уже поняли о чем я. А также связанная с ней безумная теория. Кстати, дальше, естественно, тоже спойлеры из книг. Я сейчас говорю о сцене, которую забыли потом даже сами неудачники. До поры забыли о том, как в 1958 году все они занялись сексом с Беверли все в тех же сточных коллекторах. Вот один относительно скромный отрывок из все тех же книг, чтобы лучше понять, как же это было. И тут поток мыслей оборвался. Внезапно Беверли осознала, что Эдди подходит к ней первым, потому что испуган больше всех. Подходит к ней не как друг того лета и не как любовник на этот момент. Подходит, как подходил к матери тремя или четырьмя годами раньше, чтобы его успокоили. Он не подается назад от ее гладкой обнаженности и поначалу она даже сомневается, что он это чувствует. К ней подходит Майк, потом Ричи и действо повторяется. То есть вы поняли, тогда в подземельях под Дерри шесть парней и подростков по очереди занялись сексом с одной единственной девчонкой Беверли Марш. Очень спорный момент, можно много говорить о том, как и для чего Стивен Кинг поместил его в свою книгу. Кто-то считает, что это показало единение детских сущностей, есть и другие версии, но вот одна из них наиболее интересна, как мне кажется. Чтобы понять ее, нужно сейчас перенестись в 1985, через 27 лет после вышеописанных событий, чтобы понять все. Тогда неудачники вновь выследили Оно в коллекторах под Дерри и отправились для последней смертельной схватки с ним. Они пошли по следу черной крови Оно, маслянистыми лужицами гноя, который убегал в щели между плитами. Когда Бен увидел и кое-что новое, череду яиц, черных жесткой оболочкой, размером не уступающих страусиных. Детеныши Оно подумал он и почувствовал, как горло подкатывает тошнота. Оно выкидыш, боже, боже, Оно женского рода и Оно было беременно. Да, все именно так и было. 27 лет спустя у Оно должно было появиться ужасное потомство, но это не успело произойти. Но вот вопрос, откуда потомство в принципе могло взяться у Оно? Тут-то и приходит развязка. Есть версия, что именно посредством Беверли и того детского секса 27 лет назад Оно и смогло забеременеть. Вы же помните, что именно после этого неудачники, было уже окончательно сбившиеся с пути, сумели найти выход из катакомб. То есть оно их попросту отпустило, оставшись вынашивать свое потомство. Более того, возможно, именно Стэн первым понял, что они наделали, потому и совершил самоубийство. Вот, кстати, маленькая цитата. Он перерезал себе руку сверху донизу, а потом пересек дважды этот порез у локтя и на запястье. Капля воды собиралась на кончике крана, она набухала, беременела, можно было бы сказать. Непрозрачный намек от Стивена Кинга не так ли? Кстати, в книгах слова беременны или беременела еще несколько раз как бы вскользь упоминается, когда речь идет о Беверли или Стэне. Ну и последнее, по поводу Беверли и ее связи с Оно. Да, птицы, я думала о них, потому что мне было стыдно. Как я теперь понимаю, стыдилась я благодаря моему отцу, а может к этому приложила руку и Оно. Возможно. То есть сама Беверли допускает, что Оно могло завладеть частью ее сознания, так как Оно, к примеру, в свое время завладело ее отцом, Генри Бауэрсом и многими другими. Так что не знаю, как вы, а я думаю, что данная теория вовсе не лишена смысла. И вот теперь самый главный вопрос, а покажет ли нам хоть что-то из всего вышеперечисленного во второй части? Возможно, но, конечно, далеко не факт. В общем, в данном видео я как сумел попытался рассказать вам о самых интересных и ключевых моментах, которые все еще имеют шанс появиться во второй части. Теперь же вы пишите свои комментарии, ну и не забывайте поставить лайк и подписаться на наш канал. Спасибо всем за просмотр и всем пока!